Служба качества Технониколь продолжает серию обучающих видеороликов по монтажу кровельных изоляционных систем. Сегодня мы покажем, как правильно выполнить монтаж кровли с утеплением панелями теплоизоляционными Сэндвич Технониколь ЦХПС. Данные панели представляют собой плиты из экструзионного пенополистирола, покрытые защитным слоем из высокопрочного полимерцементного бетона. За счет низкой теплопроводности теплоизоляции толщина и общий вес изоляционных слоев значительно меньше, чем при использовании традиционных решений. Область применения панелей – это новое строительство и капитальные ремонты, утепление чердачных помещений, а также теплоизоляция полов по сухой технологии. Мы смонтируем систему на новой крыше. На железобетонной основании ранее была наплавлена битумно-полимерная пароизоляция. Так как основание имеет нулевой уклон, необходимо сделать разуклон. Мы используем глиновидные плиты из экструзионного пенополистирола XPS Технониколь Carbon Prof Slope. Сначала монтируем основной уклон величиной 1,7% начиная с нижней точки. Монтируем основное утепление из XPS Технониколь Carbon Prof толщиной 100 мм со смещением относительно ниже лежащего слоя. Далее выполним контур-уклон 3,4% для отвода воды непосредственно к парапетным воронкам. Рекомендуем сделать контур-уклон на 50-70 мм кужа, чтобы финишный слой в итоге пришелся точно на центр воронки. Плиту укладываем свободно, так как далее они будут пригружены верхними слоями кровельного пирога. Теперь укладываем экструзионный пенополистирол Сэндвич Технониколь XPS. Панели необходимо разрезать вдоль водораздела. Чтобы минимизировать ступеньку, рекомендуем сделать разрез в 50 мм от излома. Используем для этого обычную болгарку с алмазным диском. Для стабильности пирога наносим клей-пену под панели CXPS с мигой с шагом 300 мм. Через 2-5 минут после нанесения клеевого состава, когда закончится процесс поднятия и стабилизации пены, можно укладывать в панели CXPS. При укладке необходимо обеспечивать ровность верхней плоскости теплоизоляционного слоя. Все стыки больше 5 мм, а также зазор между плитами и пропетом необходимо запенить. Теплоизоляционные плиты укладываются со смещением в соседних рядах. После приклеивания теплоизоляционного слоя, прежде чем приступать к монтажу гидроизоляции, необходимо подождать 3-5 часов для набора клей-пеной своей прочности. На это время, а также при перерывах в монтаже, кровельный пирог необходимо защищать от осадков при помощи полиэтиленовой пленки. Наличие защитного слоя из высокопрочного полимерцементного бетона избавляет от необходимости устраивать сборную или цементно-песчаную стяжку. Это упрощает монтаж в любое время года и не утяжеляет конструкцию, в отличие от традиционных решений. Применение панели сэндвич технониколь CXPS позволяет не штукатурить парапеты. Достаточно приклеить панели на клей-пену сразу к парапету и механически их зафиксировать. При этом мы получаем утепленный парапет, что исключает образование конденсата в этом узле. Перед наплавлением гидроизоляции панели необходимо обработать праймером технониколь номер один и дать ему высохнуть. На водоразделе необходимо наплавить полусубитом на полимерного материала без посыпки шириной 200 миллиметров. После чего выполнять наплавление двух слоев гидроизоляции стандартным способом. Первый слой из материала с полосовой приклейкой Uniflex Vent EPV. И верхний слой с посыпкой Techno Last EKP. Сегодня мы показали, как смонтировать плоскую крышу быстрее и проще по сравнению с традиционными способами. Использую сэндвич технониколь CXPS. Ваши вопросы по данному ролику можете оставлять в комментариях к данному видео, в нашем инстаграме или писать на электронную почту.